добрый вечер мы продолжаем нашу серию уроков по Равкуку по его отношению к проблеме Торы и науки мы расшелить немножко веры и неверия я чувствую себя обязанным начать урок конечно с благословления Украины в ее войне против России которая на нее напала и желание победы безоговорочной можно более быстро и Украине и всему миру урок сегодня будет соответственно за выздоровление всех раненых на войне и за покой душ убитых чтобы 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 мы не знали больше страданий и войны сегодня урок будет немножко короче и будет больше не может быть немножко по возможности будет больше немножко обсуждений я хотел затронуть также вот хорошо или что вы на уроке то что вот мы переписывались на основе чего у нас мы верим как это нам нужно для этого книга или нам для этого не нужна книга и если нам нужна какая-то книга только нам для этого нужна книга мы будем учить отрывок из Рава Кука но это будет не сегодня сегодня для подготовки что в общем то как то обычно мы читаем только Рава Кука но сегодня мы прочтем вместо этого отрывок от Рамбома на следующем уроке мы будем изучать уже отрывок отрывок от Рава Кука если бы мы увидели этот отрывок от Рава Кука до Рамбома мы бы подумали что Рав Кук это придумал сам так на самом деле сейчас у нас будет возможность немножко увидеть что Рав Кук здесь относится очень четко к тому что написано Рамбом и очень часто это так везде просто обычно Рав Кук свои источники не указывает так же как это в свое время делали Рамбом Иногда это какие-то более глубокие понимания которые не на поверхности источников это тоже возможно но сегодня вот таким образом хотел построить срок мы обсудим интересный очень отрывок из Рамбома который обсуждает тему на каком основании мы считаем что мир создан до того как мы начнем учить Рамбома давайте это брошу как открытый вопрос аудитории на каком основании мы считаем что мир создан у нас есть два варианта вариант один что мир существовал вечно то есть может быть сегодня возникли еще какие-то варианты мы будем разбираться не все сразу ну да да не все сразу пожалуйста на каком основании мы считаем если мы считать считаем что мир создан допустим философия считала достаточно долго и наука считала достаточно долго что мир он вечен евреи 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 всю жизнь считали что мир создан я могу если все молчат почему-то я хочу сперва всех а потом уже вас но я поэтому и молчу все молчат все кто-то еще кто-то хочет сказать на каком основании мы считаем что мир он наталья я написала просто на основании веры на основании веры вера во что да вера как бы можно подробнее но наша вера предполагает что мы принимаем тору который говорит что мир был создан отлично мы мы принимаем и на основании торы о том что мир создан вопрос где написано что мир отлично отлично это как это это то чего я хотел большое спасибо итак мы принимаем идею о том что мир создан на основании того что написано в книге а теперь мы переходим к рамбову рамбову это самое до того как мы начнем его учить я напоминаю что рамбов это ортодоксальный религиозный еврей итак переходим к тексту я его может быть не распечатал сейчас я его распечатаю так вот наш отрывок я его перевел на скорую руку вы меня простите и так знай мы его здесь знай что наше бедство от утверждения о вечности мира не из-за того что так написано в торе что мир создан потому что писание не учат об сотворении мира больше чем писание учат о наличии у бога тела и врата комментариев не заперты для нас и не препятствуют нам на деле нам в идее в общем-то обновления мира но можно было истолковать их как мы сделали в исток и в толковании стихи в толковании стихов стихи стихи как мы сделали по поводу стихи как мы сделали по поводу стихов об обеществлении бога и может быть это было бы намного проще мы могли бы больше интерпретировать эти стихи и установить что мир вечен так же как мы интерпретировали писание для того чтобы убрать из него идею о веществлении бога что нам говорит Рамбол Рамбол задает вопрос откуда мы знаем о том что у бога нет тела когда в торе написано что у бога тела есть рука бога услышал бог ходит бог разозлился бог перст бога и вознесу я руку свою в клятве не знаю там подножье бога стопы бога и мой гнев будет вырываться из моих ноздрей что мы сделали с тем что написано в торе мы сказали да да конечно но это все аллегория Рамбол говорит мы конечно верим в то что мир создан но мы верим в то что мир создан не на основании того что так написано потому что если бы мы захотели мы могли бы проинтерпретировать эти стихи так же по поводу того что мир вечен так же как мы сделали по поводу того что когда нам было нужно отдалить эти стихи от идеи о том что у бога есть тела я бы все таки сказала что это не только если бы у нас были основания мы могли бы это как-то идти если бы в торе было написано что там мир вечен не не но в торе написано что бог создан мир Рамбол говорит это нас абсолютно не стесняет если бы нам было нужно мы могли бы интерпретировать эти стихи в обратную сторону и спокойно жить всегда что мир вечен мы это не делаем не потому что написано в торе а по другим причинам по каким мы глубоко сегодня не будем разбираться Рамбол утверждает что таким образом нам было бы сложнее интерпретировать стихи в других местах по поводу чудес и он также утверждает можно так понять по крайней мере что есть в этом моральная составляющая у нас получилось очень парадоксальное мнение Рамболу очень не естественное но его неожиданное мнение Рамболу что наша вера в то что Бог создал землю не основана на в том что написано в торе я на хама я выключу вам голос потому что скрипы раздаются я извиняюсь тогда у нас возникает следующий вопрос секундочку если мы верим не на основании того что это написано в торе в то что мир создан в какие-то другие вещи собственно говоря на полоснования то есть Рамбол говорит что если у нас есть какие-то основания объяснить стихи по-другому мы это можем сделать если основа нашей веры это не то что написано в торе то что на основании чего мы вообще верим то есть я немножко я признаю я признаю что я здесь немножко схитрил Рамбол у нас говорит конкретно о создании мира о творении мира или о вечности мира я это расширил я это расширил безусловно но это также правда мы верим не на основании того что написано в торе в общем то я надеюсь что я прав в этом утверждении но как я понял в Рафширке я прав в этом утверждении на основании чего мы верим если не на основании того что это написано в торе это действительно важное замечание мы это постараемся сейчас разобрать и на следующем уроке с Божьей помощью мы вернемся к Рамболу и посмотрим что говорит по этому поводу Рафкук он примерно то же самое говорит и уже вернемся к нашей теме тура и так на основании чего мы верим если про то что написано в торе это в общем то отдано нам на откуп как это как хочу так и ворочу то есть евреи они такие евреи что они священное писание могут крутить как им нравится а как же нам нравится но это вы преувеличиваете все таки конечно я преувеличиваю конечно я преувеличиваю есть вещи которые но основы этого есть я безусловно преувеличиваю но основа того что я говорю она зачастую да но тут разбирается вопрос который видимо философский а не практический практических вещах я не должен подвергать сомнение что свинья запрещена а вот если бы я захотела я бы мог так сделать чтобы ее разрешить теоретически я мог бы разрешить потому что там лякширшеренцы там сотни способов существо но я это не делаю мне кажется мне кажется вы нас тянете не туда рамбом это говорит очень четко мы могли бы реально в действительности у нас было бы пойти в другую сторону поэтому нет этого достаточно поэтому основа нашей веры о том что мир создан он не на основании того что написано в Торе я сейчас спрашиваю тогда на основании чего это не это я просто хочу сказать что есть различные вопросы возможно некоторые вопросы Тараса их формулируют определенным образом и оставляют нам свободу интерпретации а других вопросов нет и да да я с вами согласился что я это взял слишком широко и специально как педагогический прием и я в этом пока упорствую я это взял да да я это взял более широко чем нужно но давайте сейчас попытаемся как это попытаемся побороться с вопросом который я бросил на основании чего по рамболу по крайней мере мы верим в то что мир создан если не на основании того что это написано в Торе на основании чего вообще стоит все это здание пришел рамбол и буквально выбил нас из-под ног такой хороший постамет на котором все у нас стояло я это я не буду я не буду вас держать напряжение так много я переведу рафшарки это просто отношение ПИС монитора у нас не то мы я процедуру немножко рафшарки то что написано в Торе что и как было нам в смысле евреям это абсолютно не интересно почему потому что большая часть того что написано в Торе произошло с нами реально это наша история написана в Торе когда наша история написана в Торе для меня первично сама история то есть рассказ дедушки ну более по-нормальному народная память народное предание что то что с нами произошло а то что написано в Торе это для всех остальных для народов мира это как говорит рафшарки представьте что с вами произошла эта история а на следующий день вы об этом читаете в газете а потом а потом к вам пришел сын и говорит папа вот смотри ты мне рассказывал так а в газете написано по-другому я конечно понимаю что немножко почувствую сравнивая Тору с газетой но пример он правильный то что написано в Торе это то что с нами произошло мы вышли из Египта мы получили Тору на горе Синай мы зашли в землю Израиля это также описано в Торе первично это наша традиция устная более того письменная Тора стоит также на устной Торе то что я знаю что письменная Тора она верна и что она не изменилась и то что это верно откуда я знаю что в письменной Торе написано это верно потому что я ее получал на горе Синай это не и не важно это записано где-то или нигде не записано и теперь мы переходим к следующему к следующему этапу это вера как говорит Рафшерке то что мы сегодня в Бога верим это наш минус а не плюс почему потому что мы простите с Богом встречались мы народ пророков когда когда мы встречаемся с Богом даже не я лично а в народе есть пророчество но не нужно верить в Бога потому что я ощущаю с Ним встречу и это гораздо более глубоко это знание и гораздо более естественно что пророчество к нашему великому сожалению мы сегодня коллеги у нас нет пророчества именно так кстати Рафхук относится к отсутствию пророчества в Израиле то есть есть подход такой что в общем то ну пророчество это такая вот изуминка на торте с ним хорошо без него тоже вполне можно не можно это то есть как можно конечно без ноги можно и без обоих но это не нормальная жизнь также народ Израиля и в общем то весь мир без прямого общения с Богом без пророчества это все калечное состояние можно так выжить да мы так выживаем и поэтому нам сейчас приходится верить и теперь переходя к тому что у нас был пилпок с Еленой что для веры нужна книга бытия первая книга если уж нам для веры нужна книга то конечно не книга бытия первая книга имен почему потому что как пишет нам Россия если не ошибаюсь может быть не Россия по-моему Россия кто у нас был кто у нас был во время сотворения мира кто это видел никто никто поэтому для нас важно это то что мы вышли из Египта получили Тору на горе и в этой Торе Бог сказал я тот самый Бог который вас вышли из Египта вы меня помните хорошо молодцы помните вот теперь знаете я так же создан мир и то что написано в книге Бережит тоже правильно на основании чего мы это знаем не на основании того что написано в книге Бережит на основании того что написано в книге Шмок и не на основании того что написано в книге Шмок на основании того что мы это слышали от Бога до того кто был где-то написан да то есть у нас получается теперь хорошая правильная то есть такая вот пирамида как вообще наша вера стоит вера это костыль нормальное состояние Это пророчество, это знание, это встреча с Богом. К сожалению, мы уже, сколько, две тысячи лет без этого. Но у нас есть традиция, которая нам передает о том, что мы встречались с Богом раз. И у нас была такая вот история. Поэтому то, что это написано в Торе, это очень важно. Но для нас вторично. Для всего остального мира это действительно важно. Потому что это не их история. Им остается только верить нам. И там уж написано в Торе. Соответственно, и основа веры, если уж, как известно, это получение Тора на горе Синай. Встреча с Богом. Выход из Египта. А не история о сотворении мира. Потому что свидетелями этой истории мы не были. А свидетелями выхода из Египта мы не только были, но это еще прошло через нас. Это часть нашего исторического народного эпоса. Поэтому мы на это опираемся гораздо первичнее, чем то, что написано в Торе. И первичнее геологических раскопок. И первичнее каких-то других вещей. Вот теперь я остановлюсь и хочу дать слово тем, кто хочет его взять. Потому что мне кажется, я немножко взорвал здесь бомбочку. И сейчас нужно немножко это переходить в себя. Нехамо, вот сейчас вы хотите что-то сказать. Кто-то Елена, кто-то еще хочет. Я в общем это как раз и пыталась сказать. А вы сказали, что я не туда. А может быть, я вас не до конца понял. Тогда хорошо, если мы идем в одну сторону. Это хорошо? Да. Это так. Но тем не менее, немножко сложнее все, мне кажется. Тем не менее, это так, конечно. Потому что традиция, она тоже такая непростая вещь. Устная традиция, устная тара. Она сама в себе. Вот то, что он говорит, что мы могли бы придумать медраж для объяснения, уже указывает на том, что вообще, говорю, в устной таре такая опция-то есть. Поэтому все не совсем так просто. То есть, ну, если, как бы, тут есть еще дополнительные основания все-таки помимо Устальдару, чтобы это не делать. Конечно, есть. И то, что говорит Ревшарке, на каком основании мы верим в то, что мир создан, на моральном основании, в первую очередь, а не на каком-то другом. То моральное основание, что если мир создан, значит, в нем существует свобода выбора и морали. А если он вечный, то это вопрос. Да, да, да. Если он создал, он создал для какой-то цели. Идея исправления и так далее. Включается свобода божественная, создать или не создавать. Соответственно, свободы человека полная. Соответственно, создать ответ. Сотворение мира связано с чрезвычайно важной, базовой для этого мира вещи, которые мы предчисляем. Это вот я тоже хотела добавить, а он сам может сказать. Абсолютно. Абсолютно верно. Конечно. Конечно. Но как будто это здание для меня важно. Письменная тора – это не основа. Основа устная тора. Основа всего – это, в общем-то, наша традиция, которая не просто рассказывает из поколения в поколение, это наш как бы самополагающий этос, это наша история, то, что с нами произошло. Поэтому это первичнее всего. И это глубже всего в нас врезано. И поэтому это мы воспринимаем как земля, как основа, по которой мы ходим. А все остальное – это уже вторично. Как бы ошибочно мы воспринимаем, что тора, она… Кстати, обратите внимание, любимое, как бы, тоже противодействие. А что первично, а что вторично? Народ Израиля или тора Израиля? Конечно, все едино. Но из объяснения здесь, в Шерке и Равкуке мы видим, что первичен к народу Израиля. Его история – это… Тора – это, в общем-то, история народа Израиля, ну, по крайней мере, на 80%. Вот как-то так. Как-то так. Это нам будет просто как введение в следующий урок, где уже Равкук будет говорить о том, что идея сотворения мира, мы верим в сотворение мира не на основании того, что так написано в Торе. И он это больше уже берет не в сторону самой идеи сотворения, а в сторону времени сотворения. Это там 13 с копейками миллиарды лет или это там 6 нетворений. Равкук нам скажет, что очень просто эти проблемы решаются. Но это будет уже на следующем уроке. По поводу того, что было сказано, еще кто-то что-то хочет сказать, потому что я на сегодня, в общем-то, закончил. Я хотел сегодня изначально сделать урок и покороче. И я действительно держу за руку всех, кто в местах военных действий и рядом, и переживает. Я тоже переживаю, чтобы наш урок был за их всех удачу и победу, за разгром врага на голову. К сожалению, я никогда не думал, что такими словами я буду пользоваться по отношению к русской армии. Но это то, что происходит сегодня. И то есть меня тоже немножко дергает. Вот так вот скажем всех. Вот, и еще раз, что это... Еще немножко, это еще один. Хороший. Кто-то хочет еще что-то добавить, потому что если нет, мы на этом... Спасибо большое. Я считаю, что надо... Мне просто эта неделя... Я несколько уроков к этому не могу, потому что это не только я. До свидания, Натан. Спасибо большое. Надо действительно продолжать. Я считаю, что это хорошо. Сентра, я вас приветствую. Я не помню, что вы у меня были раньше, мы его слушали. Я очень рад вас видеть. Не, я была... Давно очень была, потом перерыв был, в другом месте занималась. Я сейчас вернулась. Просто я не сначала, я не могу включиться пока, понять, о чем речь. Я просто под конец зашла. Посмотрите ссылку, которую я бросил в чат сюда и в чат туда. И я сейчас туда же прикреплю предыдущие уроки. Поэтому возьму ссылку и... Как это... Фильмы на прошлые два урока. Спасибо. Будет более понятно, о чем идет речь. И все, вдруг так будет проще, потому что... И в чате, конечно, есть уроки, но в чате там много чего есть. А я в документе сюда сейчас это прикреплю. За время, которое составляется до 7, я как раз это сделаю. Спасибо. Спасибо большое, что вы... Всем большое спасибо. Добрый вечер. До встречи. Бог с помощью. Мирное время после победы. Да. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok